20 февраля в актовом зале учебно-тренировочного центра прошла отчетно-выборная конференция первичной профсоюзной организации Чернобыльской атомной электростанции. 3290 членов профсоюза ЧАЭС делегировали на конференцию 125 своих представителей, из которых зарегистрировалось 119 человек. На конференцию были приглашены председатель атомпрофсоюза Валерий Матов, заместитель председателя атомпрофсоюза Алексей Илыч, председатель Чернобыльской объединенной организации профсоюзов предприятий зоны отчуждения Николай Тетерин, представители администрации ГСПЧС, в лице генерального директора Игоря Грамоткина, заместители генерального директора по кадрам и режиму Евгения Катунина, финансового директора Валерия Салия, представители профсоюзной организации неработающих пенсионеров ЧАЭС, Совета молодежи ГСПЧС и представители ГПУФО ЧАЭС. После утверждения регламента и повестки дня конференции с отчетом о работе профсоюзного комитета за последние пять лет выступил Максим Орлов. Итак, пройду по пунктам. Рассмотреть необходимость избрания в цеховые комитеты подразделений, ответственных по работе с молодежью. Данная задача выполнена в части избрания соответствующих лиц и закрепления за ними указанной ответственности на цеховых собраниях. Совместно с администрацией ЧАЭС не допустить снижения отчисления на культурно-массовую, оздоровительную и спортивную работу в следующем отчетном периоде. Выполнена с огромным перевыполнением, то бишь мы выполнили эту задачу на 154% по отношению к 2015 году. Конкретные цифры можно посмотреть в исполнении сметы за 2016 год, но одновременно с этим хочу прокомментировать, что такой значительный рост, обусловлен в том числе и спецификой 2016 года, который, можно сказать, стал годом памяти чернобыльской трагедии, в том числе и на государственном уровне должны были проводиться определенные мероприятия. Но поскольку в бюджете Украины на эти мероприятия не было выделены средств, то основная финансовая и организационная нагрузка, к сожалению, ну и к нашей чести, легла на коллектив Чернобыльской АЭС, на предприятие Чернобыльской АЭС и, разумеется, на профсоюзной организации Чернобыльской атомной электростанции. Были проведены при активном участии профсоюзной организации такие мероприятия, как форум уроки Чернобыля для ядерной безопасности мира, при участии КПИ, международная конференция проблемы вывода из эксплуатации объектов ядерной энергетики, выездное заседание Ассамблеи стран-доноров ЧФУ и другие уже традиционные для нас мероприятия, то есть и парламентские слушания по чернобыльской тематике, встреча ветеранов Чернобыльской АЭС и семьи погибших ликвидаторов, вечер реквием. Неработающим пенсионерам мы смогли оказать помощь в виде продуктовых наборов Это более 900 штук. Вместе с тем была полностью выполнена программа оздоровления детей, лечения работников, которым было необходимо санаторно-курортное лечение. Полностью выполнен план-календарь спортивно-массовых мероприятий и прочее. Вся эта информация прозвучит в отчете по исполнению сметы 2016 года. Следующий пункт постановления конференции был обратиться к администрации ЧАЭС проводить регулярное информационное освещение состояния безопасности объекта укрытия. Такое обращение было и я уверен, что вы читали и соответствующие информационные справки. Это регулярно опубликовывается на сайте Чернобыльской АЭС и в средствах массовой информации. Следующий пункт. Совместно с администрацией ЧАЭС инициировать разработку системы внесения доплаты над бак в тарифную часть и повышения заработной платы за условия труда. Вы знаете, вообще эта норма уже внесена в отраслевое соглашение по инициативе профсоюзного комитета Чернобыльской АЭС между агентством и Атомпрофспилкой. А на основании статьи 12 закона о загальных засадах подальше эксплуатации Чернобыльской АЭС мы должны опираться на уровень заработной платы персонала действующих АЭС. Нужно признать, что этот закон написан не вполне корректно или не вполне профессионально может быть, и не располагать необходимыми инструментами для его реализации. И мы были вынуждены искать и создавать эти инструменты сами. Несмотря на наше неоднократное обращение ни НАЭК, ни профсоюзная организация НАЭК нам не смогла предоставить в нужном виде эту информацию. Эта информация для нас, к сожалению, была закрыта. Как и сведения о реальном уровне социальной защиты персонала действующих АЭС. Тем не менее, в части касающихся доплат за работу в зоне отчуждения и сопутствующих прав, нам удалось совместно с Чернобыльской Организацией АЭС, АЭС, АЭС в целом, и под эгидой АЭС нам удалось при поддержке народных депутатов провести, добиться принятия и восстановления нашего законного права на доплату за работу в зоне отчуждения, которая 39 статья Чернобыльского закона вначале была предусмотрена, потом отменена. И нам в текущем году удалось опять вернуть это все в законное русло, обеспечить защиту наших интересов и добиться принятия постановления 831, скобка 297, которое как раз и урегулирует вопросы не только доплаты за работу в зоне отчуждения, но и все остальные гарантии, которые обусловлены работой в особо вредных условиях труда. В настоящее время вопрос решен окончательно и на бессрочной основе. Благодаря выработанным инструментам контроля и влияния профсоюзной организации Чернобыльской АЭС, АТОМ профсоюза при планировании и согласовании фонда оплаты труда предприятий в зоне отчуждения, я уже сказал об этом, есть в отраслевом соглашении соответствующая норма и мы ее очень четко контролируем, а также эффективной работе вновь назначенного руководителя Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Петрука Виталия Викторовича. Нам с руководством Чернобыльской АЭС удалось обеспечить предприятие ресурсами на приемлемом уровне в течение всего года. Пожалуй, впервые за пять лет нам удалось заплатить по счетам, не прибегая к акциям протеста в этой связи. Учитывая внешние условия, можно справедливо отметить, что это своего рода с нашей стороны подвиг. Ради справедливости также необходимо отметить и то, что к этому результату мы шли пять лет. Правком Чернобыльской АЭС провел критический анализ, установил непосредственные коренные причины недофинансирования в период 2011-2013 годов. Причина в том, что руководство агентством, тогдашнее руководство агентством, тогда был холоша в власти, фактически узурпировало право принятия экономических решений, узурпировало право выделения финансирования и за счет Чернобыльской АЭС зачастую решались какие-то другие вопросы. В ущерб, подчеркиваю, в ущерб интересам нашего трудового коллектива. Поэтому мы провели критический анализ этих действий, указали руководству агентства на недопустимость этого и инициировали проведение соответствующих переговоров по отраслевому соглашению, где включили норму согласования объема финансирования, в том числе по фонду оплаты труда, в обязательную норму с правом профсоюза участвовать при разработке и согласовании таких документов. За истекший период вместе с Петруком Виталием Викторовичем и также вновь назначенным министром экологии Стапом Михайловичем Семираком нам удалось решить еще две проблемы, которые нас очень бередили с самого начала года. Это 39-я статья Чернобыльского закона, о чем я уже сказал, и постановление 831. Изменения в закон были приняты 4 февраля 2016 года, а 20 апреля 2016 года уже было принято соответствующее постановление Кабинета министра. И наши доплаты и все эти социальные льготы и гарантии действовали с начала 2016 года. До конца года, несмотря на отсутствие соответствующей строчки в бюджете, Минсоцполитики выполнил фактически все обязательства перед коллективами предприятий зоны отчуждения. Мы провели и участвовали в 11 акциях протеста. Для нас это беспрецедентная цифра. Никогда ранее мы не проводили такое количество акций протеста. Причем каждая из них сопровождалась определенной подготовительной работой. мы обращались в министерство и ведомство с проблемами, требовали решения вопросов, предлагали свои варианты, но только когда нам ничего не предлагали в ответ, когда вопрос замалчивался, уводился в сторону, мы объявляли о том, что мы готовы проводить акции протеста. Защищались мы и в судах, у нас были соответствующие судебные решения. Но, к сожалению, в определенный момент, как говорят юристы, изменилась правовая позиция и все судебные решения, которые раньше принимались в нашу пользу, в пользу коллектива Чернобыльской АЭС, других предприятий зоны отчуждения, после определенного порога перестали восприниматься в таком виде и мы были вынуждены платить еще и по решениям судов те долги, которые мы не оплатили раньше. В той же ситуации оказался и профсоюзный комитет Чернобыльской АЭС, вернее наша профсоюзная организация, если быть точным, потому что мы тоже как отдельное юрлицо были обязаны платить в пенсионный фонд суммы, связанные с льготными пенсиями наших штатных работников. Нам удалось переломить к себе отношения Минсоцполитики, нам удалось выработать критерии, по которым мы могли бы провести аттестацию рабочих мест в зоне отчуждения и при этом не пострадали бы люди, в том числе и предприятий Чернобыльской АЭС. Проект данного постановления прошел все согласования во всех профильных министерствах и ведомствах. Сейчас находится в Минюсте. За период с 2012 по 2016 год коллективный договор пересматривался дважды. Это документы, которые нормативно урегулируют наши дополнительные социальные права и гарантии. Дополнительные. Основные социальные права и гарантии написаны в законах. Мы тоже их в колдоговоре отражаем, но искусство вести коллективные переговоры заключается в том, чтобы изыскать резервы на предприятии и направить их на социальное развитие предприятий, на социальную защиту работников и все, что с этим связано. Вы знаете, в условиях недофинансирования очень тяжело выполнять полностью коллективный договор, потому что масса вопросов напрямую замыкается на наличие ресурсов. Потому что все то, что касалось урегулирования проблем собственными ресурсами, нам удалось решать в большей или меньшей мере. То, что касалось систематического недофинансирования, это был самый больной, наверное, момент, когда мы должны были выбирать между страшным и ужасным. Более 600 человек регулярно занимаются спортом. Эти спортсмены участвуют уже в традиционной спартаке Чернобыльской АЭС среди команд и цехов подразделений. Обеспечивается участие команды ЧАЭС в спортивном календаре мероприятия «Спартакяде Атомпрофсоюза». Подводя итог, резюмируя итог нашей деятельности за все пять лет и за 2016 год в целом, я могу сказать следующее. Нам удалось завладеть стратегической инициативой, нам это, профсоюзному комитету, завладеть стратегической инициативой в вопросах защиты и решения проблем коллектива Чернобыльской АЭС. Нам удалось разбить стену недоверия и построить честные, открытые, социально ответственные отношения с руководством Чернобыльской АЭС, с руководством агентства и с руководством министерства. Потому что за отчетный период четыре раза министры экологии участвовали у нас на заседании профсоюзного комитета. Это говорит о том, что с нами считаются, считают нас и сильными, и конструктивными, и компетентными, и ответственными. Все обещания, которые министры нам давали, выполнили. Мы выполнили свои обещания. Мы сделали все необходимое для того, чтобы коллектив Чернобыльской АЭС развивался стабильно, имел надлежащие ресурсы, имел перспективу для развития и был флагманом нашей деятельности не только в зоне отчуждения, но и в Украине. Отчет об использовании сметы профсоюзного бюджета представила делегатам конференции главный бухгалтер ППО ЧС. Затем председатель ревизионной комиссии первичной профсоюзной организации ЧС зачитала отчет комиссии. После небольшого перерыва последовали выступления председателя Совета молодежи ГСП ЧС, который сообщил, что с 2011 года процентный состав молодежи в коллективе значительно вырос и сейчас составляет более 25%. Председатель профсоюза неработающих пенсионеров напомнила, что на профучете состоит более тысячи неработающих пенсионеров. Далее следовали выступления, в которых давалась не только оценка работы профсоюзного комитета Чернобыльской атомной электростанции за отчетные пять лет, но и высказывались предложения о дальнейшей работе правкома. Перед делегатами выступали не только члены профсоюза ЧС. Делегаты услышали председателя и заместителя председателя Атомпрофсоюза, председателя профсоюза ГПУФО. О текущих задачах рассказал Николай Тетери. В связи с постановлением 731 по нашим доплатам, вы должны понимать, что у нас сейчас на сегодняшний день две проблемы возникли. Финансирование на этот год по бюджетной программе, по которой мы получаем с вами эти доплаты, не предусмотрено. Опять. Как в прошлом году не было заложено эти деньги, так и в этом году увеличение по этому бюджетной программе не произошло. Поэтому мы искали варианты, как решить эту проблему. Вы знаете, что в два месяца оно профинансировано у нас с вами, эти доплаты в полном объеме. В дальнейшем, по всей видимости, это финансирование будет траншами, как в прошлом году. То есть Министерство соцполитики изыскывает у себя возможности по экономии по определенным статьям и потом будет выплачивать нам эти доплаты. Могу единственное сказать, что эти доплаты будут выполнены в полном объеме и тут вопросов никаких ни у кого не возникает. Вторая потенциальная проблема. Как с 2015 года, так и сейчас идет разговор о сокращении или хотя бы замораживании наших доплат. Тем не менее, я говорю, вот такие попытки все-таки проходят в Министерстве соцполитики и надо их понять, потому что финансирования это нет. Хорошую оценку о работе правкома дал генеральный директор ГСП и ЧС, особо отметив, что впереди коллектив ждет еще очень много работы. Этот год для нас переломный. В этом году нам необходимо ввести в эксплуатацию новый безопасный компомент. Нам нужно завершить проект ХАЯТ-2. Нам нужно начать перевозку ядерного топлива. Причем на этапе ввода в эксплуатацию мы получим отдельное разрешение и это топливо должно ехать постоянно. Мы сейчас активно работаем над тем, чтобы внести изменения в закон о территориях, о котором уже говорили. Мы получим статус специальной промышленной территории. Это существенно изменит условия на захоронение радиоактивных отходов и нашу площадку переведет в совершенно другой статус. Тогда нам нужно в этом же году ввести в эксплуатацию завод по переработке жидких отходов, завод по переработке твердых отходов и мы должны начать их зарабатывать и захоранивать у себя на площадке. Для этого сейчас создана сводная бригада, которая занимается демонтажом в Машзале в первую очередь. Для того, чтобы определить важную стратегическую проблему Украины, мы предлагаем хранилище для высокоактивных остеклованных отходов перенести на площадку Чернобыльской АЭС с вектора. У нас есть понимание, как это сделать, есть поддержка и уже на самом высоком уровне стоит задача как можно быстрее этот проект реализовать. Ну и самое важное, как минимум раз в месяц я с членами правкома встречаюсь, мы обсуждаем проблемы, наши планы на будущее. Мы всегда понимаем, кто что делает. Будем ставить перед собой очень высокие задачи, сложные, технологические для того, чтобы нас не сбили на демонтаж и резку металлолома. Поэтому ядерное топливо, жидкие отходы, твердые отходы, высокоактивные отходы. Но самое важное, в этом году Украина должна для себя принять очень важное решение. Мы должны начать работы по демонтажу нестабильных конструкций объекта укрытия. Мы должны зайти внутрь объекта укрытия и начать его преобразовывать в экологически безопасную систему, которая была программой разработана еще 20 лет назад. Украина в 2003 году взяла эти обязательства на себя. Сейчас наступает время, когда наш коллектив, мы, в первую очередь, с вами должны сказать, что мы знаем и умеем, как это делать. Это наша работа, и мы это сделаем. Сейчас мы готовим решение правительства по этому вопросу. Мы с вами должны начать демонтаж уже с 1 января 2018 года. Это наше с вами будущее, это наша с вами работа. Это наша, если хотите, ответственность перед Украиной, перед европейским сообществом, перед всем миром. Наша задача в этом году с вами показать. Украина верна своим обязательствам. Украина может реализовывать сложные технологические проекты и сама их доводить до конца. Мы провели совещание с Европейским банком реконструкции и развития, и на нем было принято решение. Заключительная декабрьская ассамблея доноров в этом году пройдет на площадке Чернобыльской АЭС. Я очень надеюсь на поддержку вас, в первую очередь, всего трудового коллектива. Я верю в наш коллектив. Я знаю, что мы это сделаем. Я абсолютно убежден, что нам многие годы вместе с правкомом удается проблему видеть за два, за три шага вперед. Мы понимаем и мы всегда опережаем ее. Мы всегда опережаем. И что очень важно, наша задача сохранить этот коллектив, сохранить его работоспособность и более того, омолодить его. Мы, безусловно, будем оптимизироваться. Мы, безусловно, будем менять условия работы. Мы будем менять профиль работы. Но каждый должен быть уверен, что мы никого на улицу не выбросим. Мне очень важно, чтобы мы с вами верили в друг друга. Люди должны верить, что мы никого не выбросим. Мы найдем работу и будем работать дальше. Поэтому, я очень надеюсь, что вы, как всегда, мудро, коллектив Чернобыльской СМ, мудр, он всегда принимает очень правильные решения. Сегодня обновите состав правкома. Но я надеюсь, что традиции, которых мы заложили за последние пять лет, такими останутся. После всех выступлений практически единогласно делегаты конференции признали работу профсоюзного комитета удовлетворительной. Были утверждены отчет об использовании сметы профбюджета и отчет ревизионной комиссии первичной профсоюзной организации ЧАЭС. Прежде чем приступить к выборам председателя профсоюзного комитета, у всех кандидатов была возможность выступить с программными речами. Зокрема, на посаде голови ППО ЧАЭС зобовьязуюсь вибудовувати взаимовідносини з керівництвом підприємства ЦК «Атомпрофспілки», профспілковыми організаціями міста, зони відчуження, підрозділів ДП «Наекенергоатом» на основе соціального партнерства. Розвивати солідарність і єдність профспілок. Зберегати і розвивати традиції профспілкової організації ППО ЧАЭС. Бездоганно контролювати та самому виконувати дотримуюсь виконання положень колективного договору, галузевої угоди та статуту профспілки. На мою думку, зараз не на найвищому рівні є комунікація з персоналом. Тому пропоную вивести його на значний новий рівень. Зобов'язуюсь інформувати членів профспілки через веб-сторінку профспілкового ДСП ЧАЭС, радіотелебачення, профспілкової куточки, структурних підрозділах, про всі засідання та прийняті рішеннях профспілкового комітету ППО ЧАЭС. При нагальній потребі, але не менше ніж один раз на рік проводити зустрічі на робочих місцях з персоналом в кожному підрозділі. Це теж є свого роду зворотній зв'язок між персоналом. В рамках соціального партнерства та діалогу з адміністрацією ЧАЭС приймати активну участь в питаннях працевлаштування молодих спеціалістів за фахом. Сприяти у вірішенні нагальних питань непрацюючих членів профспілки у виконавчому комітеті Славутицької міської ради та інших органах місцевого самоврядування. Продовжувати роботу по створенню системи заходів соціального захисту давати постійну підтримку організації непрацюючих членів профспілки. Маю на увазі, що на мій погляд замало відпреділяється уваги їхнім потребам. Тому вважаю за необхідне запропонувати новому профспілковому комітету як виняток проводити спеціальне засідання профспілкового комітету з порядком денним сформованим непрацюючими пенсіонерами. Я понимаю, що бути председателем профсоюзного комітету на всіх уровнях в соответстві з законодателям України. При выполнении своїх должностних обязанностей не преследувати свої личні інтереси, так як считаю головне на посту председателя ППО защита соціальних гарантий интересів персоналу. ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ ППО ЧАЭС В ЧАСТИ ДОКАЗАТЬ ОРГАНОМ ВЛАСТИ, ЧТО РАБОТНИКИ ЧАЭС ДОЛЖНЫ ВХОДИТЬ В ПЕРЯЧЕН ДОЛЖНОСТЕЙ ПРОФЕСИЙ РАБОТАЮЩИХ ПО ПЕРОМУ СПИСКУ И ПОДДЕРЖИВАТЬ ЭТУ ПОЗИЦЮ ДО ПОЛНОГО СНЯТИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ И РЕГУЛИРУЮЩА КОНТРОЛЯ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ Приложить максимум усилий для защиты прав персонала при возможной реорганизации. На ЧАЭС обеспечить защищенность персонала, который будет высвобожден. Обратить особое внимание на работу квалификационной комиссии при проведении тарификации персонала, а именно, чтобы она проходила корректно и взвешенно, с учетом квалификации персонала, объемами выполняемых работ, спецификой оборудования, объектов и т.д. Принимать непосредственное участие в проведении аттестации рабочих мест персонала, привлекать при необходимости профильные центры для определения качества проведенной аттестации, уделять внимание проблемам, сложившимся в городе Славутич, содействовать в мере своей компетенции для решения этих проблем, принимать непосредственное участие в распределении доходов сквозь деятельность и направлять часть сумм на нужды коллектива, систематически, постоянно информировать персонал о деятельности ППОЧС, уделять внимание организации молодежи ППОЧС, постоянно оказывать поддержку, уделять внимание неработающим пенсионерам, прикладывать максимум усилий с целью получения положительных результатов, так как не всегда конструктивные предложения находят свое логическое завершение. Что я могу предложить или улучшить? Отвечая на этот вопрос, я хотел бы вспомнить, для чего все-таки нужны профсоюзные организации. Потому что иногда складывается впечатление, что некоторые члены правкома за прошедшие пять лет подзабыли, для чего их избирал коллектив. А рядовые члены ППОЧС, с кем не доводилось общаться, до сих пор уверены, что профсоюзные организации нужны лишь для того, чтобы можно было взять путевку, получить материальную помощь и новогодний подарок. По сути, они правы. Но есть еще много функций, которые обязаны выполнять профсоюзные организации. Если обратиться к закону Украины про профессиональные спилки и их права от гарантии деяльности или к статуту Атомпрофспилки, то целью профсоюзной организации является представительство и защита трудовых, социально-экономических прав и интересов членов профсоюза. Другими словами, это обеспечение безопасных и комфортных условий труда, остаивание справедливой и достойной заработной платы, защита трудовых интересов работников, обеспечение социальных гарантий, повышение уровня медико-санитарного обеспечения. И хочу заметить вам, нет ни единого слова о реформировании зоны отчуждения, о выборах в местные советы, о налаживании эффективной производственной деятельности. Понятно, этими вопросами тоже надо заниматься, но при этом не стоит забывать о обычном рядовом персонале. В общем, если задача администрации Чернобыльской АЭС – это управление, это как раз то, о чем я только что говорил – реформирование, налаживание эффективного производства, планирование работ, проектов и дальнейшая их реализация, то задача ППО ЧАЭС состоит в том, что при реализации этих проектов и работ учитывались интересы людей, чтобы люди были живы, здоровы, получали заработную плату за свой труд. А у нас как-то все смешалось в последнее время, и четко не разберешь, кто чем занимается. ППО ЧАЭС планирует дальнейшую судьбу зоны отчуждения, а администрация пишет письма в мотовагонное депо, чтобы подавали вовремя и топили в электричке. В общем, если проанализировать прошедшие пять лет, то каким курсом сегодня движется ППО ЧАЭС, с моей точки зрения, понять тяжело. И в качестве председателя ППО ЧАЭС я готов задать нашей профсоюзной организации другой, понятный курс. И для этого в рамках своей предвыборной программы предлагаю по обеспечению безопасных и комфортных условий труда ГСП ЧАЭС, персонала ГСП ЧАЭС, провести анонимное анкетирование для выявления реальной картины состояния рабочих мест, разработать и внедрить на предприятии положение прообщественных инспекторов. Это позволит нам не только повысить комфорт рабочих мест, но и позволит мгновенно выявлять и устранять факторы, которые приводят к профзаболеваниям, несчастным случаям и смертям на рабочих местах. По обеспечению надлежащей оплаты труда пересмотреть положение 117 СПС и убрать из него ненужные и необоснованные, подчеркиваю, ненужные и необоснованные ограничения. Это позволит поднять заработную плату персоналу ГСП ЧАЭС, позволит реально оценить заслуги каждого работника, повысить мотивацию персонала с дальнейшим ростом профессиональных качеств. По медицинскому обслуживанию и профилактике заболеваний, обеспечению надлежащего медицинского обслуживания персонала, в том числе и проведение качественных медосмотров, разработка профилактических мероприятий по предупреждению лечению хронических заболеваний, оздоровление персонала, членов их семей и наших старших коллег-пенсионеров ГСП ЧАЭС. Когда говорят о профсоюзе, он нас защитит. Эти люди не понимают, что они и есть профсоюз. Они должны себя защищать. Но наша сила в нашем единстве, в нашей солидарности, в нашей правде, в нашей организованности наша сила. И в численности тоже, кстати говоря. Потому я всегда и призывал в наш атом профсоюз. Давайте же мы будем все-таки солидарны, не на словах, а на деле. От денег перейдем к действиям. По логике вещей мы должны быть в НАЭК, энергоатоме. Там наше место. Давайте же говорить правду в глаза. Не нужно ее бояться, не нужно никому обижаться. Ведь это правда. Нас оттуда выкинули. И уже 15 лет назад можно сказать, что мы для этого, наверное, в тот момент недостаточно были сплоченны, недостаточно организованы, чтобы этому противостоять. Может не надо было Чернобыльской АЭС останавливать так безосновательно. Кто нас спрашивал? А где-то наша сила была. Где же мы были тогда? Мы же с вами понимаем, что 2017 год – это переломный год для коллектива Чернобыльской АЭС. Мы функционально меняемся. Три блока атомных… Утратили функции атомных блоков. Стали объектами по обращению с радиоактивными отходами. Мы ведь с вами это хорошо понимаем. И мы хорошо понимаем, как их можно применить с выгодой. Первое – для Украины. Второе – для НАЭК «Энергоатома». Третье – для нас, для Славучан. Централизованное хранилище, отработавшее одернотопливо, строится в чистом поле. Замечательно. Но это же с десятки миллиардов бюджетных средств. Почему нельзя на Чернобыльской АЭС это разместить? Кто считал? Ведь смотрите, есть монтажная зона арки. И главное, кто об этом говорит слов, кроме Орлова или Грамоткина? И друзья в НАЭК «Энергоатоме» тоже об этом не говорят. Знаете почему? Я могу лишь предположить. Потому что десятки миллиардов гривен – это лакомый кусок для кого-то. Кто говорит об интересах Украины сейчас? И почему мы должны молчать? Разумеется, уважаемые коллеги, есть масса моментов, связанных с локальными проблемами. Мы этому уделяем максимум внимания. Мы – это профсоюзный комитет, профсоюзный актив. Давайте не слагать в себя ответственность. Давайте будем честны по отношению к семье и к тем людям, которые нас выбирали. Для нас это определяюще важно. Потому что профсоюзная организация «Чернобыльская АЭС» начинается с каждого рядового члена профсоюзной организации. Голосование за кандидатов было открытым. По итогам за Павла Кульчаковского проголосовало пять человек. Один голос был отдан за Алексея Горного. Олег Величковский набрал 30 голосов. И больше всего голосов было отдано за нынешнего председателя первичной профсоюзной организации Максима Орлова – 87 голосов. Таким образом, конференция выбрала Максима Орлова председателем первичной профсоюзной организации Чернобыльской атомной электростанции. Выборы нового состава профсоюзного комитета вызвали жаркие споры. Но большинством голосов право сформировать новый состав правкома из представленного списка было делегировано вновь выбранному председателю правкома Максиму Орлову. В новый состав правкома вошли Сергей Абдурагимов – инженер ЦУНБК, инженер отдела лицензирования Алексей Горный, Виктория Бабак – правком, Андрей Жеребнов – ЦОЯД, инженер строительной службы Сергей Иваненко, начальник отдела закупок Алла Кровец, инженер ЦТПК Валентин Круковец, инженер ЦУРО Василий Павленко, инженер ЦУРО Александр Панченко, старший инспектор ОВН Наталья Пескова, руководитель проекта службы главного энергетика Александр Смирнягин, ведущий инженер электроцеха Олег Величковский, начальник смены ЦУРО НБК Сергей Красиков, начальник ЦГК ЭВС Александр Титарчук и ведущий инженер ЦУРО НБК Иван Тихоненко. Из выбранных членов правкома состоялись выборы заместителя председателя. За кандидатуру Алексея Горного проголосовало 30 делегатов, 70 голосов было отдано нынешнему заместителю Виктории Бабак. Таким образом, заместителем председателя правкома стала Виктория Бабак. Членами ЦК «Атомпрофсоюза» выбраны Максим Орлов, Богдан Сердюк и Максим Пожедаев. При голосовании на выдвижение кандидатов на должность председателя «Атомпрофсоюза» 30 голосов было отдано за кандидатуру Валерия Матова и 70 голосов, то есть большинство проголосовало за кандидатуру Максима Орлова. Преклама Орлов. Субтитры ставил DimaTorzok